Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Вас сегодня ждёт удивительное приключение. Оставайтесь со мной. Дорогие мои зрители, я такого не видела, и вы такого тоже не видели. Ну что, поехали! Цирк на колёсах начинается! И что только не придумают. Вот ёлка. Посмотрите, из чего её сделали. Называется, чёрт-те что, и сбоку бантик. 7 долларов такая ёлка стоила. А это матрас-протектор. А это значит, к ребёнку вы ложите вот это на матрас, и если он, не дай Боже, сделает пипи, то с матрасом ничего не будет. Панасоник. Сапоги. Сапоги, по-моему, новые. Я не вижу, чтобы... Ай, и комар летает. Чтобы их одевали. Только пыльные. И это рабочая обувь, и здесь металлический носок. В Австралии закон, если ты работаешь на стройке, то обязательно у тебя должна быть такая обувь. Если что-нибудь упадёт на ногу, то хотя бы обувь ногу спасёт. Нема. Нема ничего. О! Пуговка. Ну-ка. Мне так смешно. Вы знаете, в последнем видео я говорю, ночевал. У меня комментарии. А я не поняла, что значит ночевал. Это электрическая грелка. Ребят, я вам уже рассказывала несколько раз, как мы на такой чуть заживо не сгорели. Так что я это очень опасаюсь. Тут какая-то... Какая-то кожа. Ой-ба, ой-ба. Ничего себе. Ребята. Хо-хо-хо-хо. Шуба. Ну-ка. Завал. Вы знаете, это из кого шуба? Я первый раз в жизни такое вижу. Это из кенгуру. Настоящая кенгуру. Обалдеть. Обалдеть. Слушайте. Ну, это видно... Это видно... Так. А, это ниточка. Ниточка. Это не... Слушайте, ну что? Это, наверное, вот с того времени, откуда чемоданчик. Может быть, с 50-х, 60-х годов. Ребята, шуба поедет со мной. Первый раз такое вижу. Шубусь. Видела кошельки, но шуб никогда не видела. Шуба поехали со мной. Завал. Вот это находка. Обалдеть. Кто не знает, что у меня есть второй канал, канал называется Элла Австралия Ти Ви. Всем добро пожаловать. Вот история. Сколько лет... О-о-о. Тоже ночевал. Сколько лет этому чемодану. Наверное... Знаете, первые австралийцы привезли его. О, господи, это что такое? Ой-ой-ой, ребята. Я не знаю, с чего это сделано. Это какая-то... Как монета, что ли? Кто на ней изображен, что-то сообразить не могу. Слушайте, знаете, что... Я вот эту возьму... Ой-ой, это что такое? Смотрю. А я тут еще... Какие-то подставки стоят. Вы знаете... А, ну-ка, может, это для монеты? Так? Нет. Не подходит. Возможно, здесь, знаете, какое-то... Как оружие лежало. Или что, я не знаю. Ну, вот это вот очень необычная вещь. Ну, совсем необычная. Это что? Кувшин. Кувшин. Смотрите, какие ручки. Так, Лаура Ашли. Батюшки мои! Батюшки мои! Смотрите, колбаса какая! Это люди, наверное, с каких-то островов привезли. Ну, что, колбаса? Поедешь со мной? Ребят, вот так находки. Я... Вот такое вот я не видела. Завал вообще. Ну, просто завал. Это значит... Вот тут. Вот. Вот так. И... Для чего? Для красоты. Это как? Для чего-то... Что-то ж это значит. Слушайте, напишите. Из какой-то страны. Где вы видели с такой метелкой. Ну, вот здесь еще какая-то коробка. Я даже не знаю, что это такое. Не знаю. Вы знаете, понятия не имею. Приду домой, посмотрю. Ой, коробка. Поехали со мной. Тут вообще что-то непонятное. Кто-то какие-то косички плел. Это называется от скуки на все руки. Что это значит? Мови Старс. Какие-то карточки веснеевские. Так, а это календарь. И, по-моему, это бумаж... Бумага... Оп. Вот это вот новое. Там я смотрю, что-то уже написано. А это новое. Ну что, вот эту я с собой возьму? А это что такое? Ой. Ребят, смотрите, ручка какая интересная. Кто его знает? Может, она вночи может, фосфорная. Ах ты, рыбий глаз! Ну что, рыбий глаз, поехали со мной? Пишет она интересно. Ну-ка. Ну ладно. Разберемся. Вот кто-то мечтает о таком столе. Бери. Не хочу. Массажный стол. Только тут. Кувшин. Камушки с дождиком. Эти козлятины провода уже отрезали металлисты. Очень красивые. Лампочки красивые. Будь они неладны. Слушайте, может, это не массажная, с процедурного кабинета, а это-то, наверное, для руки. сделано. Ну, в общем, думаю, кто-нибудь его возьмет. Цена 850 долларов. Наверное, наверное, тут было какое-то оружие старинное. старинное. Вон это. Какое-то все старенькое. газолин дейнджер экстримли. Клюшки для гольфа. А вот рамка старинная. Ну, и тут какие-то манатки с гаража, ребята. Здесь, наверное, уже люди пересмотрели. ну, ничего. Ничего интересного нет. Ага, ну-ка. Нема. Какая красивая коробка. Голуб Пенни Ролу. Априле 1989 год. Ага. А вот это, знаете, что? Это, по-моему, бумагу режет. Да. Пальцы туда не толкайте. Галстук нарисованный, чтобы галстук сюда тоже будете бумагу резать, а у вас галстук, если попадет, пиши пропала. А это MP3 Panasonic. Ребята, слушайте, я вот эту возьму, наверное, посмотрю. Может, она работает. Ну, что, Panasonic? Регай ко мне в машинку. Покажу я вам потом, работает или нет. Какая здесь улица красивая с двух сторон пальмы. Там ларикеты сидят. Вы знаете, что? У нас прямо напротив нашего балкона вот такая же росла пальма. И что с ней случилось? Ларикетики всю ее съели. они расклевывают там себе домики и в итоге так они ее годами клевали, клевали и расклевали. Убили пальмочку. Вон он сидит. Сидит, чирикает. А на этой пальме вот, вот какие чудеса. вот эта вот борода. Ей не нужна земля. Ее просто вешаешь на дерево и она растет. Такое вот растение. Что тут еще? Слушайте, ну да, это наверное люди как-то сюда посадили. Непонятно. Видите? ой. Слушайте, я снимаю, смотрю наверх, а здесь вон яма какая. Глаз да глаз нужен. Дорогие зрители, я вам сейчас покажу что-то такое, что вы даже не можете себе представить. Я видела, у меня есть раннее видео, но такое я вижу впервые. Машинка. Это только начало. Это только начало. Ее возить нельзя, потому что у нее водитель это может завалить вообще там прихлопнуть всем, а это все находки и сверху там чемодан старинный. и т т т т т т видите как выглядит звездец натуральный вот это человек все собирает он насобирал столько что уже не помещается дома не помещается во всех машинах он уже вытащил это все на улицу я так я даже такое не представляла что вообще может быть ребята тоже в дом не и не то что не зайдешь вот это вот стоит час посреди улица вот это добро видите как вот идешь мало того и вот тут вот еще выставлено это завал это завал слушайте это полный котец звездец вот это зелененькая это почта туда человеку приходит видите матерь божия так нет все таки у этого хотя бы даже я здесь вижу какие-то есть еще вещи смотрите вот это вход в дом вот это вход в дом вот тут даже не пролезешь в дом в принципе и это получается там его машина ребята это вообще я никак понять не могу куда куда государство смотрит прости господи прости господи это же ты захочешь сейчас почистить ребята дом этот стоит в этом районе это дорогой дом там на крылечке там на крылечке до потолка я не не знаю будет вам видно но это вообще это звездец полный цевал в голове мама дорогая ребята знаете что так говорится не суди да не судим будешь я даже не знаю вот представляете здесь это какие службы должны приехать чтобы это все убрать потому что тут тонны тонны и случись что в таких домах очень часто бывают пожары это же тут я не знаю все к чертовой бабушке загорится и там же дома завалить может кошмар видела у меня в других видео я говорю ни в коем случае не осуждаю потому что это больные люди но это ты уже подвергаешь другим опасности очень странно потому что это все стоит еще посреди улицы уже в дом нет не помещается уже перенесли на другую сторону видела но и такого не видела ребят вы знаете вот сейчас еще машину провезла я в себя прийти не могу во первых у него там газовых баллонов сколько у него там эти газонокосинк косилки там же ведь и и газ и бензин их вообще непонятно что и меня удивляет это же не дай боже где-то что-то там вот кто-то мимо будет проходить до сигарету кинет да там пол района может воздух взлететь о боже шок ребята я в шоке а вы мне говорите элла бери все у меня уже 500 серий бери все вы хотите чтобы у меня также было хотя у него между прочим видели там и старинная мебель есть и вещи антикварные и все это на такую кучу господи спаси сохрани о боже о боже я фух себя при еще бы не пришла но еще хочу вам сказать там огромный участок земли и возможно этот дом стоит больше двух миллионов долларов вот так ребята конечно бедный человек бедным серьезно мне его жалко это наверное что-то в жизни у него такое случилось ну не знаю что случилось но во всяком случае видите то что у него несколько машин значит он все значит ему государство дало права но вот такая беда а это я иначе как бедой не назову вот так ой вспышку не могу включить батарейка закончилась оказывается я думаю что такое я пальцем тюкаю тюкаю чтобы вспышка включилась хаммер видите какая игрушка большая а это это новые боксерские перчатки ну что перчатки поехали со мной звуки природы где-то вот тут в траве сидит в траве сидел кузнечик и его не видно и он знаете что он будет прямо под носом у вас сидеть и вы его не увидите вот так они маскируются работает работает вот здесь ставится ipod но только сейчас практически никто его уже не пользует так что это так сказать и с этой стороны ненужная вещь а здесь сиди я поставила послушала звук прекрасный здесь есть еще тоже радио вот это все но как говорится народ выставил что это уже старая модель но у меня похожие есть и я посмотрю возможно кому-нибудь подарю может кто-то и обрадуется ну что вот бояриня морозова вы знаете никогда не видела серьезно говорю мне гает спрашиваю спрашивают а как на что это похоже на какой мех похож похожи кенгурятина ребят но вот вы знаете это даже на кенгуру не похоже вот она шубейка моей девочки она великовата я не знаю прям хотим импланты здесь ставь ну и так думаю моя красавишна не поправится ребят ну прикол конечно прикол кенгуринная шуба бедные кенгур 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 бедные кенгуры ну что дорогие мои зрители вот такая была поездка вот такие находки вот такие чудеса сегодня вы посмотрели со мной и если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк не мне а боярине морозовой пока мои дорогие пока и увидимся очень очень скоро всего вам доброго не забудьте поставить лайк